Кирилл, огромное спасибо, что пришел на встречу, согласился ответить на вопросы нашего портала. Давай начнем беседу с ближайшего матча, который состоится уже сегодня в Израиле. Этот матч, уверен, интересен всем болельщикам, болельщикам всех клубов, в том числе и спартаковским, которые сейчас смотрят. Это интервью сборная будет играть в Израиле. А вот что ты можешь сказать о первом матче, первом отборочном матче сборной России под руководством Фабио Капелло? Смотрел ли ты игру против Северной Ирландии? Какие у тебя остались впечатления? Ну, в принципе, был неплохой матч, но, к сожалению, не получилось посмотреть всю игру. Но самый главный, я думаю, результат и то, что Дима, конечно, дебютировал в сборной. Но он долго к этому шел, да, еще съездил на чемпионат Европы, так можно сказать, в холостую. Вообще, что вот он рассказывал после игры, может быть, после своего дебюта? Вы общались? Да, мы общались, но у него было столько эмоций, что он там у него зашкаливал, поэтому он ничего такого особенного не рассказал. Но, в принципе, рабочая обстановка в команде его готовится уже к следующей игре. Показалось, вот лично мне, что Дима против Северной Ирландии сыграл немножко более осторожно, чем он играет в Спартаке, то есть меньше подключался к атакам. Как ты думаешь, эта установка Фабио Капелло была такой? Или же все-таки Дима немножко перестраховывался, учитывая то, что он впервые сыграл в сборной? Ну, я думаю, в первую очередь, конечно, это установка тренера была. Ну и, наверное, конечно, на дебютный матч было какое-то волнение. Где-то перестраховался, может быть, лишний раз не бегал в атаку. Но, тем не менее, я считаю, что он сыграл достойно. Многие сейчас, обсуждая первый матч сборной, спорят, а вот будет ли также и дальше играть наша национальная команда при Капелло? То есть строго на результат, не позволяя себе каких-то излишеств в игре. И главная задача не пропустить, а уж там, у чужих ворот, как получится. Вот как бы раньше? Я думаю, конечно, команда будет стараться демонстрировать красивый футбол, но иногда в ущерб красоте, конечно, важнее результат. Поэтому сборная, сейчас у нас хорошие игроки, обновляется сборная. И посмотрим дальше, чуть не будем загадывать. Израиль намного более серьезный соперник, чем Северная Ирландия, с твоей точки зрения? Я думаю, что будет гораздо сложнее, так как, во-первых, играют на выезде, и команда, я думаю, немного посильнее будет. С Димой ты не созванивался? Как там вообще обстановка в Тель-Авиве? Большой ли ажиотаж вокруг этого матча? Ну, по поводу ажиотажа, если не разговаривал, так обменялись информацией личной. Я спросил, чем вы занимаетесь? Тренируются, готовятся? Ничего особенного. Ну да. Мечта многих болельщиков, я знаю, спартаковских, увидеть фланги в сборной России, такие же, как в Спартаке. Слева Дима, справа Кирилл. Как ты считаешь, осуществимо? Ну, конечно, осуществимо. Мы как раз над этим сейчас работаем. Надеюсь, будем показывать хороший футбол, выигрывать и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. И все будет нормально, будем вместе в сборной. Ну, давай, Кирилл, тогда теперь перейдем к Спартаку. Давай начнем вот с чего. Летом, когда команда еще только приступала к подготовке к новому сезону, вы с братом продлили контракты. Вот о чем это говорит? Ведь вы только, в принципе, два года назад пришли в Спартак и уже продлеваете контракты. Значит, вы настолько уверены в том, что вас все устраивает? Вы настолько уверены в том, что здесь надо остаться на долгие годы? Ну, во-первых, мы видим, что команда сейчас становится на ноги. И то, что сейчас собирается у нас хороший коллектив. Команда играет в Лиге чемпионов. Будем бороться, естественно, за первое место в чемпионате России. Самые высокие задачи перед собой встаем. В принципе, нас все устраивает, здесь нам все нравится.